Ну что, начнём? Начинаем или нет? Кто-нибудь ещё должен к нам присоединиться? Или как? Давайте лучше начнём, а потом продолжим. Итак, всем доброе утро! Меня зовут Нава. Очень рада вас сегодня видеть. Конечно, здесь немного темно. Никак не могу привыкнуть к тому, что 10 утра, а ещё темно. Если вы не возражаете, давайте начнём со следующего. Так, сейчас возьму микрофон и специальное устройство перевода. Так, скажите, пожалуйста, откуда вы, как вас зовут? Я не обещаю, что я запомню, как вас зовут и в каком университете вы учитесь. Вы все по одной программе учитесь? С одного университета. Поэтому я бы хотела узнать, откуда вы, чем вы занимаетесь. Я думаю, это было бы полезно. Давайте начнём тогда с этой стороны. Так, Высшая школа экономики. Как вас зовут? Игорь. Отлично. А за вами сидит? Сергей, вы тоже учитесь в Высшей школе экономики, нет? IT. Понятно. Я учусь в Московском институте физики и... Хорошо, это я знаю. Спасибо. Вы из той же самой школы, да? Нет микрофона, нет перевода. Так, Вы тоже из этой школы. Вы решили расширить своё образование. Отлично, спасибо. Московский институт чего, извините? Стали из плавов, понятно. Тоже самое, тот же самый ВУЗ. Хорошо. Тоже институт стали из плавов. И Вы тоже из того же университета. Это один и тот же университет или здесь отдельная школа в рамках университета? Какая там структура? Вы не уверены, сами не знаете. Ну ладно, ничего не страшного. Я просто хотела понять и узнать что-то новое. Хорошо, спасибо. Тоже институт стали из плавов. Так что я вижу здесь большое, большое представительство. Итак, доброе утро, переводчикам, которых я не вижу, но слышу. Вчера был мужчина. Ну я думаю, что сегодня тоже будет мужчина. Итак, что же сегодня постараемся сделать сегодня утром? Поскольку вы говорите на английском, я вас прекрасно понимаю. Итак, сегодня мы утром в течение последующих двух часов сделаем следующее. Мы немного поговорим об инновациях в целом. Затем мы немного поговорим об истории Израиля. Что сделал Израиль? Как он оказался в той ситуации, которая находится сейчас? А я хотела бы, чтобы вы задавали мне вопросы, делали комментарии, поднимали руки. Чтобы наша работа была интересная. И у нас было интерактивное общение. И я надеюсь, что вы также внесете свой вклад в наше общение, если вас устроит такой формат. И если хотите. Кстати, есть еще четыре секции, которые посвящены механике, объяснению, коммерциализации технологий. Каким образом осуществляется коммерциализация. Я не уверена, что это самая интересная тема для вас на данный момент. Но мы тоже можем более подробно святить эту тему. Доброе утро. Пожалуйста, садитесь в первые ряды. У нас очень тесный круг. Поэтому я хотела бы, чтобы вы сели поближе. Если у вас есть вопросы, которые касаются коммерциализации. Или что мы делаем с технологиями. Каким образом осуществляем перенос технологий. Могу рассказать более подробно. Если у вас, конечно, интересно. Вы можете взять микрофончик и, если вам нужен перевод. Итак, немного расскажу о себе. Потому что вы, по крайней мере, сказали, откуда вы, как вас зовут. Так, меня зовут Нава. Я выросла в Израиле. Мои родители жили в Южной Африке. Но я жила в большую часть в Европе, в Швейцарии, в Штатах. Жила и работала 10 лет. Во всех этих странах. А затем вернулась в Израиль. Я думала, где-то вернулась я лет 40 назад. Так что много времени прошло уже. И я работала юристом на протяжении многих лет. Затем я получила степень MBA. В одном из европейских университетов. Потом работала в фармацевтической промышленности. И потом я встретилась, познакомилась с венчурным капиталом. Затем я переехала в Калифорнию. Изначально я там работала в компании, которая сейчас называется Навартис. Называлась Насиба. Я там была вице-президентом. И я стала партнером одной из крупнейших венчурных компаний в Калифорнии. Изначально мы специализировались в инвестиции в медицинские компании. Поскольку у меня был фармацевтический опыт. Потом я снова переехала в Израиль. И там я начала управлять своим собственным фондом вечернего капитала. Я затем перешла в более крупный фонд. И потом ко мне обратились и попросили провести коммунициализацию университета в Иерусалиме. Я этим занималась несколько лет. И потом вам расскажу, что же мы сделали. А последние несколько лет я предоставляла консультации компаний. И консультировала их по стратегиям по развитию бизнеса в международном масштабе. И также я рассказывала университетам и компаниям об инновациях и коммерциализации. Я занималась выступлениями, обучением. Я занималась самыми разными мероприятиями. И в комиссии ОСР по нанотехнологиями. И кроме того, я еще советник ООН по инновационным технологиям. Так что часть моя карьера была в частном секторе. Я работала также и с правительством. Я была там консультантом, советником. И я работала также и в правительстве. И между миром науки и бизнеса. Кстати, я не ученым. Но, по крайней мере, я знаю, как задать правильные вопросы. Вот я жила и работала между двумя мирами наукой. Миром науки и миром бизнеса. Я думаю, что это очень интересно. Мы немного поговорим о том, каким образом развиваться в этом направлении. И таким образом, как же мы создаем инновации. Во-первых, мир растет и развивается. И мир растет все быстрее и быстрее. Вы знаете, что сейчас у нас все больше проблем. Людям нужно питаться. Нужно либо охлаждаться, либо согреваться. Все зависит от климата. Потом нам нужна энергия, нам нужна вода, чистая вода. Вы знаете, это одна из крупнейших проблем в мире. Потому что, вы знаете, будьте в Африке или где-то в Южной Африке, то проблема чистой воды – это действительно большая проблема. Кроме того, у нас есть самые разные проблемы разного уровня в разных регионах. Кроме того, очень быстро развиваются технологии. Я надеюсь, вы сидите достаточно близко для того, чтобы прочитать, что написано на этом слайде. И, к сожалению, шлифт очень маленький. Вы видите, по временной оси технологий, которые развивались, начиная, как вы видите, с левой стороны, у нас была сначала сельскохозяйственная революция. Потом осуществляется переход к производству глиняных изделий. Начинают создаваться новые города, первые города. Сейчас появляются, в то время появляются новые тенденции. И, кстати, последние тенденции, вот такие же тенденции мы наблюдаем в Китае, когда Китай был очень сельхозориентированной страной. Доброе утро, пожалуйста, присоединяйтесь к нам, садитесь в первые ряды. У нас очень маленькая группа, пожалуйста, старайтесь садиться поближе. И вот эта тенденция, что означает для урбанизации. Сейчас мы используем, конечно, совершенно другие технологии, у нас другие потребности. Кстати, если вам нужен перевод, пожалуйста, возьмите здесь микрофон, здесь наушники. Вам нужен перевод на русский язык. Если нужно, возьмите устройство для синхронного перевода. Итак, затем появилась книга печатания, современная математика, письмо, письменность. С правой стороны вы видите очень активный уровень развития. Это все последние инновации. И, как вы видите, как быстро все это происходило. Потребовалось где-то 200 лет для того, чтобы осуществить промышленный переворот, потом производство первого автомобиля. А сейчас прогресс идет быстрее и быстрее. Сейчас мои дети даже не могут представить мир без мобильных телефонов. Скоро они даже не смогут представить мир без гугл-очков, без виртуальной реальности, без сенсоров, датчиков. А для меня научная фантастика, несмотря на то, что я с этим имею дело каждый день, все равно для меня это остается научная фантастика. И дети, допустим, мои дети, которые где-то на 10 лет моложе вас, они считают, что мир так устроен. Это все нормальные вещи. Так что я думаю, что технологии, конечно, тоже меняются очень быстро. Но они очень быстро адаптируются. Я помню, когда я начала использовать не BlackBerry, а смартфон, мне потребовалось какое-то время для того, чтобы привыкнуть к новому устройству. Я думаю, может быть, вам требуется меньше времени, чтобы перейти, допустим, от одного устройства к другому, но мне потребовалось больше времени. Как вы видите, мы движемся очень быстро. И очень сложно идти и поддерживать такой же уровень развития. Знаете, вы покупаете новый телефон, а на следующий месяц уже появляется новый телефон. И все это происходит как на глобальном уровне, так и на национальном уровне. Нации, страны, регионы. Если они не создают инновации, они отстают. Мы видим прекрасные примеры тому. Даже в развитых странах. Это такие страны, которые делают все возможное для того, чтобы быть конкурентоспособным. Давайте вспомним Nokia. Nokia был мировым лидером. Помните, они изобрели первый телефон. Мне очень нравится телефон Nokia. Но сейчас такой телефон уже практически не существует, потому что он не может конкурировать. Сейчас у них больше в основном производят они фотоаппараты. И они пытаются найти новые способы инноваций с тем, чтобы изменить свою компанию и снова стать лидером в технологии. Это касается не только компаний, но также и страны. Все страны, где живет не так много людей. Есть еще пример. BlackBerry. Компания Grimm, которая занималась тем же самым. Она практически исчезла. Я была в правлении Канадской ассоциацией. Я помню, мы обсуждали вопросы развития технологий, инноваций. Но этой компании не удалось. Не удалось соответствовать ожиданиям времени. Они не смогли разработать нужную дорожную карту. Компания существовала, но недолго. Как на национальном уровне, так и на институционном уровне. Как на уровне компании. Даже в ваших университетах. Для того, чтобы выжить и чтобы процветать, необходимо предлагать. И, как правило, предлагаются новые типы курсов. Я, конечно, не знаю, какие у вас курсы. Я знаю, что у вас достаточно много университетов. Но каждый раз вузы поставятся предложить новые программы для того, чтобы быть конкурентоспособными. Для того, чтобы идти, опережать развитие. И сотрудничество, безусловно, важно. Вы не можете больше оставаться в изоляции и работать одни. Вы должны работать вместе с компаниями. Сейчас большие компании стремятся работать с маленькими компаниями. И это естественный процесс. Но 20 лет назад, когда фармацевтическая промышленность начала выходить за пределы своей компании. Кстати, это маленькие компании. И там несколько сотен тысяч сотрудников. Они поняли, эти компании поняли, что для того, чтобы опережать другие компании, они должны создавать инновации. И не обязательно. Инновации должны создаваться внутри компании. Именно поэтому они обратились к маленьким компаниям, биотехническим компаниям. Если у вас... Кстати, у нас есть наушники для перевода на первом ряду. Если вам нужен русский перевод, можете взять. Это не обязательно. Вам не нужен русский перевод. Хорошо, отлично. Хорошо, что есть кто-то в центре. И таким образом, если компании хотят опережать другие, они должны изменить правила игры. И исследовательские институты, все другие вузы сталкиваются с огромным потоком информации. И это совершенно новый феномен, который наблюдается повсеместно. Ну, в разных странах есть разные определения тому, но об этом поговорим чуть позже. Есть, кроме того, самые разные способы взаимодействия. Вчера мы общались с руководителем университета, и мы обсуждали катализатор коммерциализации. Это такие организации, которые находятся либо в центре вуза, правительства, рынка. И они пытаются интегрировать, объединять все задействованные лица для того, чтобы создавать успешную экономику, успешные инновации. Мы поговорим об этом чуть более подробно. Как это может произойти в России, какие нужны инициативы. Я думаю, что сейчас у вас есть развитие в этом направлении. Другой важный компонент – это человеческий фактор. И именно поэтому я здесь. Как вы знаете, требуются совершенно другие навыки, знания, другое обучение, требуется мышление. Даже другое мышление. Я, конечно, понимаю, что вы молодые, скоро вы будете учеными, бизнесменами. Аспирантами. Но вы должны понимать, каково коммерческое применение того, что вы делаете. Я уверена, что ваши родители этого не знали. Вы поэтому должны всегда понимать, что та работа, которую вы делаете, материалы, сплавы, стали. Здесь у нас есть ребята из IT. Вы должны понимать, что ваша работа должна иметь коммерческое применение, чтобы вы могли зарабатывать деньги. Вот раньше так не думали. Это не связано никак, где вы живете, в Израиле, в США, в России. Совершенно просто было в то время разное мышление. И сейчас такой подход меняется. Сейчас появляется новое понимание того, что потенциальные коммерческие. Есть потенциальные коммерческие аспекты. Конечно, не во всем. Но вы должны понимать, что, может быть, вы что-то новое изобретете. Может быть, можете запатентовать свое изобретение. Или сделать нечто на новом уровне. Вот такой сейчас новый уровень мышления. Мне кажется, что сейчас новое поколение, это поколение сегодня, поколение завтра, уже начинает понимать новые тенденции, что связано и с ростом инноваций, это связано и с опытом Кремниевой долины, и многих других инновационных центров, которые находятся в Израиле и во всем мире, где люди успешно коммерциализуют свои идеи, они зарабатывают много денег. Это прекрасно, потому что успех порождает успех. И это часть того, что мы наблюдаем во всем мире. Кроме того, мы более подробно поговорим о глобальной ориентированности. Все сегодня говорят на английском языке. Ну, не потому что этот язык такой хороший или красивый, а потому что это бизнес-язык. И кто-то более-менее говорит на этом языке. И говоря об Израиле, мы говорим и работаем в этой стране на английском языке. И, ну, это, конечно, мой родной язык, но это совершенно другая история. И это язык высоких технологий, это язык молодых компаний, это язык инновации, это тот язык, который надо использовать. А еврей, еврей, он мини-популярен, даже русский язык. Кроме того, электронная почта, вся корреспонденция, сделки, все опять-таки производится, ошибляется на английском языке. Так что, видите, сейчас глобальное мышление остается, оно никуда не исчезает. И вчера, кстати, мне задали вопрос о национальных границах. Вопрос на самом деле, что вы делаете? И что делать, если, допустим, правительству необходимо себя защитить? Да, конечно, я согласна, что правительству стране необходимо сейчас защитить, для того, чтобы налогоплательщики платили деньги. Но себя защитить можно только путем сотрудничества с другими. Именно поэтому мы видим, что такое сотрудничество растет, развивается, появляются новые партнерства, и эта финансия будет наблюдаться в течение последующих лет. А теперь давайте подумаем об этом. Вот прочитайте. Прочитайте вот это ключевое предложение. Здесь пять ключевых слов. В общем, в центре. И эти пять ключевых слов для меня, которые люди платят. Потому что вы можете получить очень хорошую идею. Вы можете даже получить прекрасную технологию. И вы можете сделать что-то, что никто не видел. Но если никто не нужна, и никто не хочет платить, это будет только так, очень хорошая идея. Не станет продуктом, не станет видом обслуживания, сервиса, или частью экономической системы. И вы думаете, окей. Но вы будете удивлены, как много вещей изобретаются, и сколько людей пытаются протолкнуть продукты, которые никому не нужны. И они терпят неудачу. И они терпят неудачу именно этой самой простой причине. Потому что они никогда не спросили рынок, что рынку нужно. Они спрашивали потенциальных потребителей. Они полагали, что людям нужно то, что они изобрели, что иногда бывает хорошим допущением, но не всегда работает. И это причина номер один для провала. Особенно с технологиями, которые являются технически очень сложными. Просто изобретение того, что людям не надо, а затем пытаться протолкнуть это на рынок. Так что, если вы сегодня запомните сегодня в лекции одну вещь, то это она. И вот здесь есть пересечение трех окружностей. Что возможно с технологиями, о которых мы говорили. Что пользователи хотят видеть, что вы хотите видеть в качестве функции. И что жизнеспособно на рынке. Иными словами, то, за что люди готовы платить. Стив Джобс, один из самых великих инноваторов мира, который убедил нас в том, что нам нужны вещи, про которые мы даже никогда не думали, что они нам нужны. Но это другая история. И у него тоже были провалы. Вы не помните этого, но 20 лет назад Apple запустил продукт, который назывался Ньютон. И Ньютон был первым PDA. Типа, были до этого сырые дневники и так далее. И он полз теперь полную неудачу на рынке. Он пришел слишком рано. Люди не поняли, что есть какая-то польза для этого. Это было до появления Palm Pilot. Я думаю, вы этого тоже не помните. Но это они были достаточно широко распределены. Затем их заменили BlackBerry, которые имели еще функцию телефона. Они потерпели неудачу с этим. Люди не готовы были платить. И рынок не понял, что это им надо. Но это, конечно, замечательная цитата о том, что отличает лидера от догоняющего. И это, конечно, пример лидерства. Некоторые вещи, которые делаются на национальном уровне в странах и регионах. Но то же самое правильно, если вы подумаете об организации, о компании. Некоторые из вас работают в компаниях, да? Или будут работать в компаниях? Уже работают. Это верно также на уровне компании. Это также верно на уровне университета или института. Если вы хотите делать инновации, есть это четыре элемента. Первое – это фокус внимания высокого уровня. В плане страны – это на самом высшем уровне. У меня было уникальное удовольствие год назад встречаться с вашим премьер-министром. Господин Медведев сказал, и рядом с ним сидел господин Чубайс и еще несколько человек. И они спросили, как сделать Россию более инновационной. И у него была, у премьер-министра был желтый блокнот. И он сам записывал. Может быть, были помощники, но их за столом было не видно. Он задавал очень хорошие вопросы. Что он с этим сделал, я не знаю. Я видел некоторые инициативы, но я знаю, что это крайне необычно увидеть подобный уровень внимания на таком уровне руководства. Это случается в небольших странах, но для России. Мне это дает надежду. Это означает, что кто-то там наверху хочет, чтобы были изменения. Много есть проблем, в основном культура, о которой мы поговорим. Но, по крайней мере, есть внимание высшего уровня. Что случится на следующей стадии, для этого недостаточно, но это существенно. Поддержка научно-исследовательских исследований и разработок. В России отличная наука, отличная технология, замечательные инженеры. И если она сохранит это и будет поддерживать это как исследованием, так и образованием, то это хорошо. Поддержка инновационных новых компаний и проектов. Это то, что здесь делается. Было несколько фальстартов, но я думаю, что в целом есть желание и готовность поддерживать новые структуры. Система еще не существует, насколько я понимаю. Но это очень важно, если вы собираетесь создавать новый тип экономики. И я говорю о прямой поддержке финансирования инкубатора, финансирования недостающих денег. Но также говорю о непрямой поддержке налоговой льготы для инноваторов. Это все находится в системе инноваций. И последнее, я буду говорить, если я вернусь к партнерству, это новые типы партнерства. Потому что вы не можете сделать это сами. И очевидно, но вы будете удивлены, что это не для всех очевидно. И, конечно, понятно, не очевидно для старшего поколения, но они считают, что компании занимаются бизнесом, университеты занимаются образованием и исследованиями, инвесторы занимаются рынком и так далее. Они обязательно должны встретиться. Они должны встретиться. Это все модели, о которых мы будем говорить по ходу нашей лекции. Одна из концепций, которая стала очень популярна в последние годы, это концепция открытой инновации. Это что-то такое? Вы учили это в университете? Нет? Открытая инновация. Это фраза, которую сказал Хенри Чизборо из инферта Беркли в Калифорнии. Эта идея сейчас абсолютно очевидна, но это была новая концепция несколько лет назад. Идея состоит в том, что компании, в основном бизнесы, идут туда, куда им нужно идти, чтобы найти инновации. То есть это открытая система, не берут вещи от других компаний, от меньших компаний, от университетов. Это целая идея некого узла, в который приносятся инновации и технологии, и оттуда же они и забираются. Это было, когда он создал это выражение, то это была смена мышления. И сейчас это является практически обязательным для технологических компаний. Это он написал в своей книге, и в других книгах это написано, но это что-то такое, что теперь известно. А это дает огромные возможности для университетов. Университетов сейчас есть огромные возможности широко работать с частным сектором, который дает деньги, дает доступ к идеям, доступ к развитию, потому что университеты не разрабатывают технологии. Университеты, кроме того, что они учат таких людей, как вы, они еще занимаются исследованиями. Они не занимаются разработкой продуктов, вы должны это помнить. Исследование может вести к продукту, но они не разрабатывают продукт сами. Поэтому есть много возможностей. И как вы можете видеть, там замечательная структура показана. И вы там идете от существующего рынка через различные инновационные программы, программы инкубаторов, венчурный капитал и так далее, и так далее, к системе открытых инноваций, которая приводит к разработке продуктов с внешним участием. Это не только деньги. Дает также взгляд на то, что нужно миру, и на то, на чем следует сфокусироваться в прикладных исследованиях, не в фундаментальных. Фундаментальное исследование всегда будет мотивироваться любопытством и не всегда связано с рынком. И это хорошо, и так должно быть. Эрн Хемингуэй, я не думаю, что вы ожидали, что я буду цитировать его на лекциях по инновациям, сказал, «Сейчас не время думать о том, чего у тебя нет. Думай о том, что ты можешь сделать с тем, что у тебя есть». И мне нравятся цитаты, потому что она говорит о том, ну не надо просто сидеть ровно и говорить, «Ну у нас нет средств, у нас нет знаний, у нас нет менеджмента для стартапа, у нас этого нет, того нет и того нет. Я еду по всему миру, и это половина времени я слышу вот эти жалобы. У меня нет того, нет другого, мы не знаем, как делать». Но когда вы садитесь и просто думаете о том, что у вас на самом деле есть, то вы начинаете понимать, что, может быть, у вас нет всех пяти компонентов, но у вас есть два или три. Или полтора, но очень сильных. И это урок для жизни вообще. Я очень верю в позитивное мышление. Не в план New Age философии, но просто позитивное мышление. Потому что мы будем говорить о провалах и неудачах, а позитивное мышление очень важно. Потому что у вас будут провалы, поверьте мне. Все, кто принимает на себе риск, обязательно терпят неудачу. Штука не в том, чтобы избегать неудач, а в том, что ты делаешь, когда потерпишь неудачу. И надо смотреть, что у тебя есть, что Россия имеет как страна, что имеет ваш университет, что имеет ваша компания, что лично вы имеете. У меня есть такие-то и такие-то навыки, у меня есть эти знания. Может быть, есть пара или тройка вещей, которых у меня нет, давайте их получим. Может быть, вы не можете пройти прямо сейчас, но думать так хорошо. Вы не против, если я сяду? Нормально? Вы меня будете видеть? Извините. Небольшая группа, и я могу чувствовать себя удобно. Так это достаточно или недостаточно? Недостаточно просто иметь идею. Это существенно, это важно, но недостаточно. Это старт. Но я не говорю просто об идее. Подумайте о том, что у вас есть. У вас может быть идея. У всех есть идеи. У вас есть связи. У вас у всех есть больше связей, чем вы думаете. Я не говорю о людях, которые происходят в так называемых правильных семей с привилегированного происхождения или с деньгами, или политические контакты. Я не это имею в виду. Подумайте. Вы сейчас в университете. Вы хорошие студенты. По определению. Потому что вы здесь. У вас есть профессора. У каждого из вас. У каждого есть преподаватели, с которыми вы более-менее близки. У них есть связи. Они будут для вас делать вещи, которые вас удивят. Если вы хотите, чтобы они вас с кем-то познакомили, потому что здесь такая-то и такая-то идея, вы хотите ее обсудить, то это произойдет. Инструмент, который я нашел, он очень мощный, он очень простой и мощный. Это просить у людей совета. Я по-прежнему все еще прошу у людей совета. Все любят давать советы. Попробуйте. Вам никто не скажет «нет». Попробуйте. Вы когда-нибудь мне скажете «спасибо». Никто никогда не скажет «нет». Если вы подаете к кому-то в приятной манере и скажете «я бы хотел получить ваш совет», это откроет почти любую дверь. Даже людей, которых вы не знаете. И, конечно, как молодые профессионалы, как недавние выпускники, как люди, которые только начинают свои карьеры. Большинство успешных людей будут рады дать вам совет. Иногда больше, чем совет. Иногда они сделают для вас телефонный звонок, познакомят с кем-то, свяжут с организацией или человеком, который может помочь. Это очень мощный инструмент. Я знаю, что звучит это очень просто, но это на самом деле не так. У нас у всех есть естественное желание и впечатлять людей знаниями, которые у нас есть. Поэтому мы все это делаем. Мы все, даже когда мы старше. Я тоже это делаю. И делайте это. То есть подготовьте свой короткий рассказ, потому что люди хотят знать, что у вас есть. Но они также хотят знать, что вы от них хотите. Это еще один важный момент. Вам нужно знать, чего вы хотите. Вы просите что-то одно. Может быть, две вещи. Обычно одно. Например, я хотел получить ваш совет по тому, с кем мне надо поговорить об этой идее. Как мне войти в контакт с людьми в компании X, потому что я думаю, что это для меня правильные партнеры. Очень специфические, конкретные вопросы. Что-то такое, на что людям легко ответить и сохранять это в фокусе внимания. И еще одна вещь. Это контролируйте за тем, что происходит в последствии. То есть контролируйте, если просите я посоветовать, контролируйте то, что происходит в последствии. Например, человек говорит, да, хорошо, я вам позвоню. А вы отвечаете, могу ли я вам позвонить в следующей неделе во вторник в 12 часов, в следующую среду в 6. Но, пожалуйста, контролируйте то, что происходит в последствии. Потому что люди хотят помочь, но все очень заняты. Если они вам не позвонили, это не потому, что они не хотят. Это потому, что жизнь идет своим чередом. И поэтому в очень приятной манере. Не нужно наглеть, нужно давить. Это также относится к интервью по поводу работы. Но если вы контролируете то, что происходит в последствии, то вам более вероятно, что вы получите ответ. И людям это понравится. Если вы делаете в хорошей манере. Не давить, не агрессивно. Людям понравится. Им понравится то, что вы хотите что-то получить. И что вы упорны в получении этого контакта или ответа. Это очень общее замечание. Так, не волнуйтесь. Мы все это говорить не будем. Что я хотел сделать с вами. Это пройти через первые две части. Но мы можем пройти так и через остальные, если вам интересно. Если Константин знает, как их ставить. Он сейчас поставит вторую презентацию. Потому что ваш компьютер говорит по-русски, а я нет. А сейчас расскажу вам небольшую историю, которая займет где-то полчасика. Кстати, кто-нибудь был в Израиле? Хорошо. А у вас есть друзья, которые были в Израиле? Хорошо. Ну, по крайней мере, мы уже где-то. Сейчас расскажу вам историю об израильских инновациях. Это, конечно, не вся история Израиля. Но это часть нашей истории. И расскажу вам, как мы получили то, что получили. Итак, вы видели эту книгу. Книга называется «Израиль. Страна или нация стартапов». Я всем рекомендую прочитать эту книгу. Я ее сама не написала, но я ее все время цитирую. Никаких у меня роялти нет. Но я считаю, тем не менее, что это очень хорошая книга для прочтения. Мне не удалось найти эту книгу в русском переводе. Но я уверена, что есть, по крайней мере, одна книга на русском переводе. Ну, мне-то не удалось ее найти. Эта книга есть на всех языках. Практически на тайском, на польском. Поэтому я думаю, что эту книгу можно найти на русском языке. Кстати, эта книга не научная, не теоретическая. Эта книга написана одним журналистом. И эта книга стала бестселлером. Эта книга об истории Израиля. И основная тема – стартапы за последние 20 лет. Посмотрите на те изобретения и продукты, которые были произведены в Израиле. И которые мы используем каждый день. Или использовали ранее каждый день. Флешки, которые разработаны компанией SanDisk, M-Systems. Все вы прекрасно знаете об этой компании. И изначально разрабатывались технологии в университете. А затем SanDisk начало производство флешек. Затем в центре вы видите лекарственные препараты. Препараты для лечения рассеянного склероза, рака. И вы знаете, у нас очень много населения страдает от рассеянного склероза. И академические институты разрабатывали самые разные препараты, лекарственные средства. Для того, чтобы лечить большой процент населения. Внизу вы видите радиотелевизионную компанию, которая находится в Иерусалиме. И изначально эта компания сотрудничала с нашими университетами. И, кстати, Microsoft разработала свои чипы в Израиле. Я уверена, что вы все знаете ICQ. И ICQ это была первая технология обмена мгновенными сообщениями. Я думаю, вы об этом прекрасно знаете. Но сейчас это уже не такая известная технология. И все мы используем разные системы отправки сообщений. И не только ICQ. Но ICQ, по крайней мере, была первой такой технологией. Ясно, ее купили за несколько миллионов долларов несколько лет назад. И это была очень большая сделка. Голубой логотип с компьютером. Такой смешной образ. Это программа, вернее, это компания Checkpoint. Сейчас у нас у всех есть фаервол на компьютерах. И в 90-х годах не было таких фаерволов. Поскольку лишь у некоторых из нас был доступ к интернету. Но Checkpoint был создан четырьмя друзьями, которые служили в армии, работали в военной сфере. И затем они решили после окончания службы организовать свою компанию. И сейчас эта компания является одним из крупнейших игроков по производству фаервол или бренд Мауэра. Наверху вы видите технологию ирригационного ирригации. Я уверена, что у вас есть либо дачи, или небольшие сады. И вы поливаете свои посадки. У нас в Израиле, к сожалению, не так много воды. И необходимо использовать такие технологии, которые позволят нам ошлять ирригацию. Эта технология достаточно успешна. И она основана на автоматическом включении, закрытии и выключении клапанов. И здесь используются сенсоры. Кстати, сейчас эта технология не такая продвинутая, но в 60-х была очень продвинутая. Затем компания ХайТек, которая использовала ультразвук для лечения повреждений без использования каких-либо вмешательств. Очень хорошая технология. Кстати, у нас за первые 100 лет на Ближнем Востоке снежный ураган, снежный буран. Многие дома старались без электричества, никогда такого не было. Так, сельское хозяйство. В Израиле, Израиль известен своим сельским хозяйством. Томаты, помидоры, черри, перец. Разные семена. Это нетрансгенные семена. Это те гибриды, которые были разработаны в факультете сельского хозяйства в еврейском университете. И, кстати, у нас есть такие компании, как Синдженты, которые работают с этими университетами. Это самые крупные компании. Кроме того, у нас есть приложение, которое находится в мобильных телефонах. И сейчас там около 70 миллионов пользователей. Эта система основана не только на GPS, но и также на всех социальных сетях. И люди могут загружать туда информацию и использовать информацию в режиме реального времени. Кроме того, вы можете подсоединиться к Facebook, через Facebook, через другие социальные сети. Все будут знать, где вы находитесь и так далее. Очень полезная система. Мы все время ее используем. Потому что это самая лучшая система для того, чтобы куда-нибудь доехать, помимо социального аспекта. И Google, по-моему, приобрел ее сегодня за несколько миллиардов долларов. Наверху находится компания PrimeSense. И эта система была приведена Apple две недели назад за 350 миллионов долларов. Кстати, вот еще компания Converse, компания, которая изобрела голосовую почту. И в то время, 20 лет назад, действительно была существенная разработка, очень крутая разработка. С левой стороны наверху есть еще одна компания, которая была куплена несколько дней назад за 1 миллиард долларов. Которая разрабатывает камеры. Она взяла эти камеры, которые ранее разрабатывались для военных целей. Это очень маленькие камеры. И затем эта камера устанавливается в небольшой таблеточке. Вот такого размера. Вот такая небольшая таблеточка, но ее можно проглотить. Вы эту таблеточку проглатываете. И затем таблетка, как проходит по вашему пищеводу, делает снимки. Для цели диагностики. То есть, я думаю, здесь можно использовать и оптоволокно. Кроме того, получается очень хорошее изображение с помощью этой камеры. А когда используется оптоволокно, изображение получается не такое хорошее. Так что, это такие примеры, которые были реализованы в Израиле. То есть, изначально сфера применения была военная, а затем медицинская, преимущественная медицинская или гражданская сфера. И все эти технологии были разработаны в Израиле. Итак, мы тратим на научно-исследовательскую деятельность больше, чем все другие страны. Более 5%. Другие страны меньше. Не знаю, почему. В России не на этом слайде. Но, может быть, потому что у нее расходы не такие большие. Я, кстати, не нашла последние данные по России. Но, тем не менее, процентное отношение от ВВП такой маленькой страны очень большое. Но, тем не менее, по сравнению с другими странами, мы видим, особенно со Швецией и Кореей, у нас самые большие расходы на Ниокро. Так что, вы видите, ничто не происходит без инвестиций. Сегодня мы занимаем практически первые лидирующие места по самым разным параметрам. Это касается либо доступности венчурного капитала, наличия квалифицированных сотрудников, инновационный подход, международное отношение, государственное финансирование. И в этом отношении мы стоим на первых-вторых местах. 20 лет назад этого не было. Это совершенно новый феномен. Итак, мы... С чего же мы начали? Это отправные пункты, так сказать. Посмотрите, вот этот кружочек, небольшой кружочек. А в центре кружочка точка. Вот это Израиль. 20 тысяч... 21 тысяча квадратных километров. Вот площадь Израиля. Это новая страна, которая была создана 65 лет назад. Это изолированная и политическом отношении, и физическом отношении страна. Но, тем не менее, мы нашли тот уголок на Ближнем Востоке, в котором совершенно нет природных ресурсов. Но недавно мы обнаружили небольшие запасы газа. Это совершенно небольшие запасы газа. И в апреле этого года был введен в эксплуатацию один газопровод. Это совершенно новая вещь в нашей стране. Итак, как вы видите, жизнь дала нам лимоны, как говорят американцы. Что же мы сделали с этими лимонами? Мы маленькая страна. И мы развили свою культуру. Во-первых, наша культура междисциплинарная. Это означает, что наши физики общаются с биологи, бизнесмены, с инженерами. В основном потому, что они живут рядом друг с другом. Они знают друг друга. И когда Израиль был основан, у нас было всего лишь 6 тысяч населения. Поэтому все люди друг друга знали. И основная черта израильского общества – это то, что мы все очень открыты. Мы, конечно, говорим иногда на чистоту, иногда грубо. Но, по крайней мере, всегда общаемся. И это общение составляется между разными дисциплирами. Сейчас многие компании, университеты пытаются развивать межкультурную коммуникацию. Они строят новые здания. Допустим, инвестируют несколько миллионов долларов. И помещают туда химиков, биологов, других специалистов, чтобы они общались друг с другом. Как вы видите, у нас новое общество. Поэтому у нас новая культура, которую мы для себя сами выбрали. Итак, у новой страны, конечно, есть преимущества. Потому что мы не завязаны на старых традициях. Очень часто мы слышали от людей, что мы это делали уже сотни лет. Вчера был университет, которому уже 150 лет. Вот этому университету 150 лет. У нас есть два университета, которые были основаны до того, как было образовано государство Израиля. Но в целом, что это все означает? Если вы собираетесь решить какую-либо проблему, вы должны решить эту проблему. Вы не должны зависеть от традиционного способа изготовления, промышленности и еще чего-то. Вы должны начинать с чистого листа. Это очень важный элемент. Давайте посмотрим на те страны, у которых очень прочная традиция. Давайте посмотрим на энергетический сектор. Хороший пример. У вас есть свои традиции. И очень сложно, очень дорого изменить традиции. Люди должны изменить свое мышление. Иногда проще сделать что-то новое, совершенно новое, для того, чтобы решить какую-либо проблему. Так, вот это очень интересно. Как вы видите, я теперь поняла, как переворачивать, перелистывать слайды. Израиль изолирован. Не только маленький, но и изолированная страна. Мы не очень популярны у наших соседей. Я не буду сейчас говорить о политике, но это факт. У нас нет открытых наземных границ, но есть коммерческая активность. Теоретически у нас открытая граница, по которой вы можете переехать в Египт или Иорданию, но коммерческой активности там не происходит. И на метроизме 50 лет вообще не было открытых границ. На Западе в Средиземное море, а другие страны, как я бы сказал, не являются коммерческими партнерами. И мы разработали две вещи. Одно, как все знают, в Израиле очень сильная армия. И сильная армия имеет два аспекта. Первая технология, о которых мы говорили в одном примере, но есть еще много других примеров. Технологии, которые разрабатываются в военных целях, а затем используются в других целях. У нас есть подобные ресурсы. И в таких областях, как оптика, физика, различные типы инженерного дела, новые материалы, аэрокосмическая промышленность, где у нас есть также, возможно, машины мы не делаем, но у нас есть системы для авиации и различные системы вооружений. Большинство мы импортируем и ставим на них свои системы. Так что много чего происходит, что дает технические возможности, которые затем встраиваются в различные гражданские применения. Другой аспект, который очень важен, интересен, что люди примерно вашего возраста в Израиле служат в армии. У нас обязательный призыв как для мужчин, так и для женщин. Минимум три года для мужчин и два года для женщин. Обычно дольше, потому что если ты офицер или остаешься служить, это дольше. Я сама как капитан в отставке. Я служил достаточно долго, чтобы дослужиться до этого звания. И это не то, что нам очень нравится делать. Это не то, что я рекомендую, потому что это нерелевантно для большинства стран. Но это факт жизни, это данность. И поскольку это данность, то мы превратили ее в преимущество. Потому что вы подумайте так, что происходит, что в очень юном возрасте вы оказываетесь с неприятным вестью работать в команде, решать реальные задачи, не симуляторы. Иногда вопросы жизни и смерти. Люди иногда погибают на военной службе. Это вам приходится работать в исключительно враждебных условиях, которых вам не встречается в начале рабочей карьеры или при учебе. Поэтому с другой стороны, давайте подумаем так. На выходе получаются стартапов, команды стартапов. Команды, которые работают вместе, которые могут решать проблемы, которые могут быстро двигаться и реагировать, и находить приемлемые решения, которые могут иметь дело с враждебным окружением, которые могут выйти из любой ситуации. Это часть того, что вы делаете. И это стало очень важным элементом этого успеха Израиля, как общество, основанное на инвестиционных технологиях. Никто об этом не думал. Израиль ввел обязательный призыв в армию, просто потому что не хватало людей, нужна была большая армия. И просто численное соотношение. То есть мы там всю жизнь служим реально. После того, как служил свою обязательную службу, остаешься в запасе. Иногда это достаточно долго. Например, если ты летчик в Израиле, это 9 лет. 9 лет военной службы. Также учишься, получаешь... К моменту, когда на учреждение службы, получаешь свою первую степень. Было 7 лет, сейчас 9. А затем один день в неделю, считайте, 52 дня в году. В резерве, служба в резерве до 51 года. То есть это достаточно долго. Но просто очень дорого готовить летчиков, поэтому нужно, чтобы они работали. Но это один пример. Даже если в пехоте, например, если ты делаешь классическую совершенно военную роль, тоже очень много времени проводишь там. Это дает тебе доступ к технологии, контакты с людьми и так далее. Это данность, и эта данность была превращена преимущество. Более важным аспектом для меня, нашей изоляции является то, что у нас нет местного рынка. А если у вас нет местного рынка, и начинаете компанию или бизнес, то вам нужно думать о том, куда с этим пойти. Израильские компании по определению рождаются глобальными. Они рождаются глобальными, потому что местного рынка просто нет. Если вы пытаетесь разработать продукт для продажи в Израиле, даже сейчас с высшим населением, далеко вы не уйдете. Это не такой большой рынок. Это размер города в большинстве других стран. И вы должны думать глобально. Вы можете думать, поехать мне с этим в Соединенные Штаты, или в Европу, или в Юго-Восточную Азию, может быть, в Центральную Азию. Но очевидно, что это интернационально, международно. Вы даже не начинаете думать, есть ли у меня международная стратегия. А «гоу глобал» и становиться глобальным, это тоже кодовое слово сейчас в бизнесе. Например, как я говорила, у нас люди работают по-английски, пишут по-английски. Почему? Потому что знают, что скоро придется день и дело с инвесторами, с клиентами, с партнерами. И вам нужно передавать информацию, начать ее переводить. Вы просто работаете по-английски. Может говорить на иврите, но переписка идет вся на английском. Почему? Потому что это язык бизнеса, это то, как мы работаем на международной арене. Это тоже верно в академических областях. Это одна из причин, по которой Израиль очень высоко стоит в рейтинге публикаций. Не только потому, что хорошая наука, но еще потому, что она по-английски. Потому что если наука хороша, но она по-русски или по-китайски, она не получает рейтингов. Например, здесь у нас есть отличные ученые, которые не очень высоко в рейтингах, потому что они публиковались только по-русски. То же самое в Китае было, там шесть недель назад. Они все еще печатаются по-китайски. Это замечательно. Но это не большой международный язык. Хотя доля населения мира, которые говорят по-китайски, очень велика. Ваш рынок сегодня — это везде. Поэтому подумайте об этом, если собираетесь начинать бизнес. Тот факт, что у нас нет природных ресурсов и нет даже воды. В Израиле одно небольшое озеро. Но Галилейское море — это маленькое озеро. У него красивое имя. Иисус и все прочее — это замечательно. Но это маленькое озеро, где не хватает воды. Поэтому Израиль — самый большой потребитель технологии обессоливания воды. Большинство мы получаем. И большинство воды для хозяйственного использования и промышленного использования — это опресненная вода. Просто не хватает обычной пресной воды. И у нас всегда вот это говорили, всегда говорили, пожалуйста, не принимай душ больше трех минут, закрывай кран и так далее, и так далее. Потому что просто не хватает воды. Но результат отсутствия природных ресурсов — это то, единственный ресурс, который в Израиле было много лет — это мозги. Образование, профессии, возможность делать инновации. Это одна из больших вещей, которые развились. И последнее по порядку, но не по значению — это иммиграция. Израиль вырос от 600 тысяч населения в 1948 году до 8 миллионов, 65 лет спустя. Многие из них приехали отсюда, из этой части света, может быть, не только из России, но и из бывшего Советского Союза. В 1991 году около миллиона людей приехало жить в Израиле. В то время в Израиле жило 5 миллионов человек. И она выросла за полтора года на 20%. Нам нужно было найти работу для этих людей. Это был миллион в основном высокообразованных людей, в основном инженеры. Россия в то время производила много хороших инженеров, но ни одна страна, ни одна компания не может обеспечить прирост рабочих мест на 20%. Просто не хватает работ. Людям нужна работа, они приезжают в новую страну, им нужно работать. И одна из вещей, которые были сделаны, Израиль открыл 26 финансируемых государством инкубаторов. Идея была простая. У вас есть технологические навыки, может быть, у вас есть идеи, вот немножко денег, два года, постарайтесь разработать свою идею. Если у вас будет успех, вы создаете для работы для себя, может быть, для кого-то еще, а может быть, успешную компанию. 20 лет спустя эта система инкубаторов, которая сейчас полностью приватизирована, государство помогает финансировать проекты, но сами инкубаторы, частные, стала одним из кругольных камней израильской системы инноваций. Я могу сказать вам, потому что это знаю, я в то время не жила в Израиле, но со мной советовалось министерство различных аспектов, поскольку я жил тогда в Калифорнии в середине 90-х годов. Никто не думал, что 20 лет спустя у нас еще будут эти инкубаторы. Никто даже не представлял, что они станут такой важной частью вводных системы инноваций. Они выросли из необходимости обеспечить работы в основном иммигрантов из этой части мира. Потому что они были высококвалифицированными, это была очень высококвалифицированная рабочая сила. У нас были иммигранты из других стран с другими проблемами, но здесь были люди, которые в потенциале могли создать для себя рабочее место, и некоторые из них это сделали. Это превратилось в культуру инноваций. Короче говоря, когда жизнь дает тебе лимоны, делай лимонад. Вы не обиделся в свой дом, а потом тебе еще как-то не рад. У нас было тогда несколько разумных вмешательств со стороны правительства. Была создана офис позиции главного ученого в Министерстве экономики, но он не ученый, я не знаю, почему так называется, но он занимается научно-технологическими инновациями. Это агентство, которое поддерживает исследования с фокусом на промышленность. Не академические исследования, но те, которые имеют потенциально промышленное применение. Израиль принял стратегическое решение иметь военную промышленность, иметь возможности в этой сфере. Я хочу рассказать вам также о венчурном капитале, потому что венчурный капитал в Израиле был создан решательством правительства. Вам кажется странным, но и было так. В 1992 году был один венчурный фонд в Израиле, и правительство пришло к выводу, что оно должно обеспечить финансирование, чтобы поддержать самые ранние стадии хай-тека. Они вложили 100 миллионов долларов, что не так много для правительства. И эти 100 миллионов долларов были распределены на 10 фондов. Эти фонды были сделаны следующим образом. Правительство дает 40% денег. Это были 20-миллионные фонды. Сейчас смешно, но тогда в то время было достаточно. Итак, правительство вкладывало 8 миллионов, они должны найти еще 12 и привести партнера, который является состоявшимся венчурным фондом откуда-нибудь еще. Было создано 10 венчурных фондов с очень хорошими партнерами из Америки и Европы и местные команды, которые выросли в становой хребет сегодняшней венчурной индустрии Израиля, которая сейчас является второй в мире. В любой момент в Израиле есть 3000 стартапов. И эти правительственные фонды были приватизованы какое-то время, то есть правительство уже не занимается венчурным капиталом. Но очень интересный пример это правительственного вмешательства, когда правительство входит, затем выходит и дает возможность рынку развиваться самостоятельно. Я небольшой сторонник правительственных вмешательств, но в случае, когда правительство может войти и потом выйти, такое вмешательство может быть очень эффективным для того, чтобы позаботиться о каких-то проблемах, существующих в системе. Так как например инкубаторы, как венчурный капитал, просто как примеры. У нас есть также много программ, которые поддерживают коммерциализацию академических исследований на ранней стадии. Это еще одна отрасль, где частный сектор не очень хорошо справляется. Есть разрыв между академическими исследованиями и коммерческими интересами. Есть программы, чтобы поддержать коммерциализацию на ранней стадии, если кому-то интересно, можно об этом поговорить. И другие программы, которые адресуются к различным нуждам. Итак, многонациональное, есть раннее финансирование. Я дам еще один пример в области нанотехнологии, потому что это то, чем я занимаюсь, и то, что релевантно для некоторых из вас. Я не буду про это говорить, если только у вас нет вопросов. Я хотел упомянуть одну вещь. Одна из наших двусторонних сотрудников, у нас есть 40 таких, у нас есть двусторонние соглашения со многими странами, включая здесь Россию, также с Роснано, это существующие соглашения, и также есть действующие соглашения со Сколково, нанотехнологии. То есть имеются фонды для маленьких компаний в обоих странах, которые хотят работать вместе. Я дам вам пример нанотехнологий, очень интересный пример. Он дает вам представление о том, как достигать результата. нанотехнологии существуют дольше, чем 10-15 лет. Но мы не знали, что это нанотехнологии. Они так не назывались. Они не смотрели, как на промышленность или как на сектор промышленности. Первое нанолекарство в мире происходит из Израиля, разработанное в еврейском университете, и патент истек больше 20 лет. Но когда оно было изобретено, никто не называл это нанотехнологией. Только позже, потому что там частицы примерно в 100 нанометров, стала известна как первая в мире нанотехнология. Около 10 лет назад было принято решение, что нанотехнология будет развиваться как отдельная область со собственными характеристиками, и у Израиля был потенциал стать ведущим игроком в этой области. И тогда было принято решение начать национальную инициативу в области нанотехнологий. И у этой национальной инициативой была двойная цель. Итак, первая цель заключалась в том, чтобы создать научные возможности и научное превосходство. Это очевидно. А второе это создание с самого начала тесных связей с промышленностью и также получить потенциальный коммерческий продукт от этой программы. Так что здесь мы видим, как наука переходит в продукт теория, в практику. Это достаточно необычно, когда мы говорим о национальных программах. Было создано 6 центров. В Израиле 8 научно-исследовательских университетов участвуют. У нас сейчас 6 центров. И правительство направило 1 треть финансирования, остальная часть финансировалась университетами и еще 1 треть за счет спонсорских взносов. Здесь вы видите основные приоритеты, которые показаны на этом слайде. все это сами можете увидеть. 5 лет реализации программы. Кстати, это была 5-летняя программа, где было инвестировано 250 миллионов долларов. Мы перешли на второй этап. Здесь я хочу указать следующее. Во-первых, у нас есть научное превосходство, самые разные научные журналы, статьи. Но если мы посмотрим на количество, 20% этих публикаций были разработаны совместно, учеными совместно с бизнес-сообществом и с представителями бизнес-структур. 185 патентов было получено на этот момент. Было очень много историй успеха, которые были связаны либо с лицензированным продуктом, либо созданием новых компаний. Все это было получено в результате этой программы. Многие исследовательские программы, группы, около 200 групп, 300 групп было создано, и многие члены, многие израильтяне вернулись в Израиль, потому что на самом деле мы обучали очень много хороших специалистов, и многие специалисты уезжали. Основная цель программы заключала в том, чтобы привлекать специалистов в Израиль, и каждый центр привлекал таких специалистов. 88 специалистов, которые вернулись, работали в лабораториях студентов для того, чтобы обучить следующее поколение специалистов, то есть они пытались влить в новую кровь в университеты. И я обо всем этом узнала достаточно необычным способом. Я занималась коммерциализацией в университете Иерусалима, и там рассматривали системы разработки, разные программы, на которых можно было заработать деньги в облах сельского хозяйства, разработки лекарственных средств. И затем я увидела очень много интересных вещей в наноцентре. Это новые материалы, энергия, очень много интересных и занятных вещей. И кроме того, ко мне постоянно приходили и просили приготовить отчеты по коммерциализации в отношениях с промышленностью. И я спросила, а зачем вам это все нужно? Дело в том, что у нас не будет финансирования на следующий год, если мы не сможем показать, что мы подали заявку на такое-то количество патентов или что у нас сотрудничество с такими-то университетами или компаниями. Я подумала, достаточно интересно, и мы решили организовать национальную конференцию, на которой я председательствую до сих пор. и там приезжают люди из 40 стран и даже более. И таким образом наше производство выделило несколько миллионов долларов на инфраструктуру. Средства небольшие, но вы видите, мы создаем эффект, мультипликативный эффект, когда бросаешь камень в воду. Вот видите, это маленькие компании. Я не думаю, что вы все сможете прочитать, но вы можете посмотреть на маленькие и на крупные компании, на маленькие компании. И в конце марта будет конференция «Нано Израиль 2014». И можете присоединиться к нам на этой конференции и посмотреть, чем мы занимаемся. Есть ли у вас вопросы? Пожалуйста. Как создать хорошую команду? Прекрасный вопрос. Хорошая команда должна содержать в себе разные дисциплины в зависимости от того, какие дисциплины вам нужны, какая у вас компания. Но в основном должна быть такой элемент. У вас все люди должны быть разные. Поскольку я работала в венчином фонде, я знаю, какие должны быть люди. Если у вас люди будут одинаковые, для меня это всегда нечто тревожащее, потому что у людей должны быть замещающие или дополняющие друг друга знания. Если у вас возникнет какая-либо проблема, то люди могут по-разному подойти к решению этой проблемы. Это первое. Второе. очевидно, у вас должен быть необходимый набор знаний, технические, научные. Кроме того, люди должны уметь работать вместе. Конечно, вы будете не соглашаться друг с другом, спорить, но у вас должен быть специальный механизм достижения решения, согласования этого решения и разрешения споров. Конечно, это все выглядит не так легко, как звучит, но вы обязательно должны спорить и получать результаты по итогам спора. Кроме того, нужен высокий уровень поддержки друг друга в команде. Конечно, это сложно почувствовать, но это нечто такое, что вы должны увидеть в своей команде. Кроме того, вы должны доверять своей команде. И даже если они или кто-то не согласен на 100% с чем-то, все равно должна быть поддержка. И не всегда ваши лучшие друзья могут стать хорошими членами команды. Иногда, но не всегда. И еще один момент. Во-первых, необходимо помнить о том, что иногда команды меняются. Не на ранних этапах, а со временем могут происходить изменения. В этом нет ничего страшного. Успешные команды предпринимателей, как правило, небольшие. Там два, три, четыре человека. И, кстати, три очень хорошее число, потому что создает баланс. Это как стул с тремя ножками. Это прочный стул. И обычно это может быть человек с бизнес-возможностями, бизнес-знаниями, другой человек, технический специалист, который, если у вас техническая компания. и третий специалист, который тот, который может взять технологию и перевести ее в продукт. Конечно, все это может измениться. Может быть, вам потребуется специалист по маркетингу, это может быть и министр, то есть человек как министр странных дел или более бизнес-ориентированный, который может общаться с другими. Вот такой базовый набор. основную поддержку, базовую поддержку, учет, бухгалтерский учет, правовые основы вы можете получить извне, но сердцевина должна присутствовать в команде. И, я думаю, основное должно быть какое-то согласование, согласие между командой. Может быть, это должно быть необязательно быть договор или соглашение. Я знаю команды, где нет никаких договоров или соглашений, но у каждого должно быть ощущение прозрачности и доверия. Конечно, мы пытаемся, чтобы у нас было четкое понимание, и если вы получаете финансирование, то в этом случае потребуется уже договор в письменном виде. Это как раз нужное время для разработки далекого договора. Поэтому в любом случае вы должны договориться. Это отвечает... Я ответила на вас вопрос. Итак, я вас слушаю. Итак, давайте поговорим теперь об этом. Сейчас я хочу рассказать о некоторых важных элементах рецепта инновации, которые имеют отношение не только к Израилю, но и ко многим странам и компаниям. Итак, здесь есть три элемента. Что это за элементы? Во-первых, это инфраструктура, правильная среда, нужная среда, и большим красным цветом правильная культура, то есть подходящая культура. Говоря об инфраструктуре, я имею в виду все то, что вы ожидаете. И все ожидают. Это образование, инновационные исследования, также доступность умного или интеллектуального финансирования не только вашей компании. И такие деньги должны быть доступны. В любом случае будет сложно запустить компанию. Кроме того, у вас должны быть способности управленца, вы должны уметь защитить свою интеллектуальную собственность. И об этом мы сегодня поговорим. Поговорим оба стеклянной собственности. Но в любом случае у вас должна быть система, которая вас защитит. Итак, говоря о среде, об условиях деятельности, есть вещи на макроуровне. Это наличие капитала. Для этого, как правило, требуются какие-то налоговые послабления, системы. Об этом мы поговорим попозже. Что касается доступа на рынок. Это не обязательно доступ на ваш внутренний рынок. В любом случае у вас должна быть возможность выйти на рынок. Очень сложно вести бизнес в России. Я знаю, что здесь много компаний, но бизнес здесь вести очень сложно. И многие компании, которые смотрят в целом на ситуацию в мире, говорят, что здесь слишком много головной боли. Давайте забудем в России. Есть много других рынков в мире. Здесь слишком сложно работать. Потому что даже если мы заплатим, потом мы не сможем вывести деньги, потом есть обменные курсы. Здесь очень сложно. Именно это предотвращает инновации, препятствует инновациям. А ситуация должна быть более благоприятная. Банки, пенсионные фонды, другие структуры должны принимать участие в этом процессе. Кстати, в Израиле другая ситуация. И у нас инновационная экономика финансируется со стороны США, Европой, немного со стороны азиатских стран. Это как вернуться назад. Видите, мой русский становится все лучше и лучше с каждым днем. Здесь вернуться необходимо на один слайд назад. Итак, как я уже сказала, самое важное это культура. Об этом я уже говорила ранее, когда я сказала об Израиле. И здесь давайте посмотрим на такие пункты. Это третий пункт. Что здесь самое главное? Главное учиться понимать свои ошибки. Успешные инновационные регионы, страны принимают эти ошибки. они понимают, что это часть игры. Я понимаю, что никто не хочет терпеть поражение, и никто не хочет, чтобы другие терпели поражение. Но это часть игры. Конечно, вы можете принять на себе риск, если вы решаете начать какой-то бизнес. Вы берете на себя риск, и в любом случае вы можете потерпеть поражение, делать ошибку. Иногда это хорошо, потому что вы учитесь. Мы все учимся на наших ошибках. Кстати, я училась на всех своих ошибках, которые у меня были. Я была и инвестором, когда ко мне приходила молодая команда и говорили, что у них была технология, но она не сработала. Вопрос, который задаю, а не почему у вас не получилась то или иное дальняя деятельность, какой урок вы извлекли из этого неуспеха? Потому что вы таким образом себя лучше узнаете и понимаете, это гораздо лучший урок, чем чтение книг. любой успешный предприниматель скажет вам, что у него были провалы, были неуспехи. Успешные экономики, успешные вационные страны тоже испытывали провалы и ошибки, но не понимают, что это часть процесса. Кстати, это самый сложный элемент, который достаточно сложно внедрить. Классические экономики, итальянская, французская, швейцарская. Мои итальянские друзья очень много работают, кстати, я очень много работала и в Италии, и они говорят, нет, мы не можем допустить ошибки, у нас нет второго шанса. То есть, видите, если вы совершили ошибку, то второго шанса у вас уже нет. Это было их мнение. И я считаю, что это проблема, это их проблема. Понимание того, что есть риск, может быть провал, вот это надо понимать. Я должна сказать, что это всего лишь часть того, что может произойти как на макроуровне, как в экономике, и вы должны в любом случае пройти через этот провал, через ошибку. Что является классической системой работы в большинстве стран мира, включая эту страну, включая Россию. Потому что мы все знаем плюсы и минусы того, что есть хорошая бюджетная работа. Я так понимаю, что в России безопасные государственные бюджетные работы не будут столь безопасными. Например, это так было в Швейцарии. Швейцарии думали, что они работают на всю жизнь, а когда ее не стало, они начали заниматься инновациями. Вокруг базовались очень много фармацевтических компаний. Они начались потому, что 15-20 лет назад компании начали увольнять людей очень мягко. Они называли это увольнением, называли это сокращением штатов, на хороших условиях, очень щедро давали, но фактически увольняли. Они забирали у людей их работу, на которой они работали всю эти новые компании, потому что у людей уже не было обеспеченной правительством работы на всю жизнь. Они вынуждены были принимать на себя риски. Это все меняется. Поколение вожжат не такое, как у ваших родителей. Например, в Москве в прошлом году я выступал на большой конференции. Кто-то бы в Америке, кто-то был из правительства, кто-то был из технологического, кто-то был из Новой Англии. Мы говорили о предпринимательстве, как его поощрять и так далее. Была замечательная дискуссия, масса замечательных вопросов из аудитории. Прекрасная дискуссия. И затем кто-то встает и говорит «Да, я все это понимаю, но хотели бы, чтобы ваш сын, который только что закончил один из лучших университетов в США, начал работать в стартапе. И было очень смешно в контексте дискуссии это было смешно. Но я понимал этого человека, потому что он задавал очень хорошие вопросы. Он все это понимал, он был умным человеком, он следил за дискуссией, он задавал хорошие вопросы. но затем в конце концов в сердце для своего ребенка он хочет хорошую бюджетную работу или работу в большой компании. И вот эта ментальность займет гораздо больше времени изменить, чем понимание того, что находится на поверхности. Таким образом, это нынешнее поколение другое, а следующее поколение будет еще другое. Я всего здесь за обедом говорил моему сыну, ему 30 лет, чуть-чуть старше вас, у него бюджетная работа, много не зарабатывает, но он счастлив, он не хочет рисковать. Это нормально. Есть много молодых людей, которые не хотят рисковать, но есть те, которые хотят, может быть, не хотят рисковать, но понимают, что для того, чтобы произошли все вот эти замечательные вещи, нужно рисковать или иметь желание рисковать. То есть, это важная вещь. Это часть изменения в культуре. И в особенности очевидно это в таких странах, которые, как Россия, вся Восточная Европа, но много других стран, которые перешли от очень такой твердой экономикой с большим государственным сектором. Франция, например, Франция, хороший пример, а Франция огромный государственный сектор. Большие компании, которые привыкли делать вещи определенным образом, очень традиционные, для них очень тяжело. Когда говоришь с ними о стартапах, я была в совете директоров французской компании, некоторые дискуссии были просто сумасшедшие. Некоторые страны очень комфортабель, например, Канада. Жизнь там легкая, хорошая. Когда жизнь хорошая, ты не рискуешь. Рискуешь тогда, когда жизнь не очень хорошая. Как так в Израиле? Вещи, дела ведут не так хорошо, поэтому происходят инновации. Я думаю, что здесь для вас есть интересные возможности, у вас прекрасная система образования, хорошие технологии, и вещи начинают двигаться. То есть каждый делает свой личный выбор, зависит от личности. Вначале, конечно, жизнь менее безопасна, то есть вы хотите, стремитесь к успеху, но вы должны также быть готовы к неудаче. Если давать рецепт, написано рецепт инноваций на этом слайде, но понимание того, что это занимает время, не лично для вас. Для вас все происходит сейчас для вас лично. И обычно, если вы можете на протяжении нескольких лет получить опыт в существующей компании, в большой компании, потому что вы учитесь работая. Я больше научилась на работе, чем в университете. Я думаю, что у всех так. Это нужен практически жизненный опыт, прежде чем вы начнете делать что-то свое. Но если вы решаете пойти и начать делать что-то свое, у вас может и не получится, есть некий хороший баланс. Из того, что я знаю, я не эксперт по России, я здесь делал несколько проектов, но я не эксперт. но из того немного что я знаю, я думаю, что гораздо больше возможностей доступны вам сейчас, чем были у поколения ваших родителей, и даже больше, чем 10 лет назад. Есть потребность на рынке в людях с другим мышлением, у которых по-прежнему есть хорошее образование, но готовы двинуться в несколько другом направлении. Поэтому вот мои два замечания как не эксперта по России. Если есть дополнительные вопросы, я на них отвечу. Микрофон, please. Микрофон, если можно вопрос задавать. Что делать с компанией хай-тек? Как снизить риски? Прекрасный вопрос. Прекрасный вопрос, во-первых, потому что одно из особенностей интернета, вы говорите об интернет-компаниях, то, что у них нет интеллектуальной собственности, сильной интеллектуальной собственности. Патенты это преимущество, это актив, мы будем говорить о патентах, это не очень интересно, это технические вопросы. У них нет этих активов, поэтому если они проваливаются, они проваливают, там ничего не остается. У вас нет патента, который можно продать и превратить в деньги. Но я думаю, что способ снизить риски, который верный для всего и особенно в компаниях такого типа, это начинаешь, идешь от рынка. Нет технологии, не сидишь и не говоришь, да, я могу это сделать. хорошо, что можешь, это важно, но недостаточно. Нужно начать с того, что сказать себе, какова потребность рынка, за что рынок готов платить, за что, чего рынок захочет. Если у вас есть хорошее понимание рынка, то у вас больше вероятности достичь успеха. Это не значит, что вы не провалитесь, но больше вероятности успеха. И честно говоря, кто думал, что Angry Birds стрельба по птицам на картинке будет успешным бизнесом или Candy Crush. Никто не знает, что людям понравится и на чем можно заработать деньги. Есть приложение, которое я только что загрузила, которое разработали студенты еврейского университета, называется FaceTube. За него он платишь, он стоит примерно 3 доллара. Это редактор фотографий, легко использовать, сделан для смартфонов, как Photoshop для сотовых телефонов. Очень интуитивно, понятный и легко используемый. И это я могу понять. Это то, с чего я начинала. Да, мы можем технически сделать, но все фотографируют, мы все живем в виртуальном мире, мы хотим все, чтобы мы выглядели чуть-чуть лучше на этих фотографиях. Мы все используем наши сотовые телефоны, потому что такая жизнь сейчас. Поэтому давайте использовать имеющиеся у нас умения и навыки, чтобы разработать что-то, что людям будет нужно. И они очень успешны, я думаю, что они зарабатывают на этом. Это один пример, который может быть достаточно очевиден. Игры, я не понимаю в этом, я не знаю, что пойдет. Для меня это загадка. Я немного сама, небольшой игрок, не геймер, поэтому я не знаю. Но у меня есть друзья, которые этим занимаются, но иди узнай, никогда не знаешь, что пойдет. Но какие-то другие вещи, я вам давал примеры. Waze. Waze это хороший пример. Это хороший пример, потому что он был разработан как приложение. Был разработан с пониманием того, что рынок сотовых телефонов будет только расти, что у всех будет смартфон. Потому что, когда это начиналось, количество смартфонов увеличилось экспоненциально. Уже был iPhone, когда они начинали, но не новые версии. Поэтому он был разработан именно как приложение, а не как отдельный прибор. В старый GPS нужно было иметь отдельный прибор в машине. Он был разработан для рынка людей, которые ездят ежедневно на работу и с работы. Потому что вы думаете, что это такое, что на телефоне, например, Google Maps. Я путешествую по всему миру, иногда включаю посмотреть, куда я еду. Или я когда хочу пройти, иногда может быть три минуты идти, а на такси 20 минут. Это не для таких людей. У них была стратегия, которая говорила, нам нужны те, кто ездит с работы и на работу. Каждый день. И мы будем давать им каждый день новый маршрут, который быстрее, лучше, меньше пробок. они создали сообщество людей, которые подключаются каждый раз, как они садятся в машину. Это не случайные пользователи. Потому что я, например, использую Google Maps, только когда я езжу по всему миру. В Израиле я использую Waze. Даже куда-то, я еду, я знаю дорогу, я знаю дорогу к себе в офис. Это тот же самый путь. Но он не обязательно будет посылать вас каждый день тем же самым путем. Это пример социологического мышления, который говорит, хорошо, давайте поймем, что нужно рынку. Давайте, люди хотят сэкономить время по дороге на работу и с работы. Давайте пойдем за этим сегментом рынка. Сначала это казалось очень странным решением, потому что, казалось бы, вместо 50 миллионов пользователей, или вас бы было 150 миллионов пользователей, если мы пошли за теми, кто случайно или время от времени ездит. Это не для пешеходов, это только для машин. Это не как Google Maps. В Google Maps там есть пешеход, там есть общественный транспорт и машина. Я был на празднике, на каникулах в Гонконге, и я там все время ездил на автобусе, потому что там это легче и проще. Но это не для этих людей. Они шли за конкретным сегментом рынка с очень ясной стратегией. Это только пример мышления, которое минимизирует риски. Понимать рынок, сделать много исследований. Если я не знаю, что вы платите кому-то за теоретические исследования рынка, это просто выйти и пытаться понять, что людям надо. И вам, конечно, нужна удача. Немного. но обязательно. Потому что иногда есть тенденции на рынке, которые трудно предвидеть. Это поэтому эти типы бизнеса, они намного более рискованные, чем основные технологии. Я имею в виду те, которые есть реальный продукт, а не только приложение. Но я скажу вам, какое преимущество эти бизнесы дешево вести, поэтому провал недорого стоит. и они очень быстро делаются. От 6-ти до 12-ти месяцев вы тратите то, что вы тратите, обычно это ваше время и возможность зарабатывать для небольшой команды. Если вы провалите, значит, вы переходите дальше. Другой пример это биотек, биотехнологии, потому что здесь никого нет, но там можно потратить годы, разрабатывая что-то, потратить миллионы и в конце концов потерпеть неудачу. Важный момент это не терять чувство рынка. Когда что-то разрабатываешь и живешь на пицце и кока-колы посреди ночи, то имеет смысл все-таки смотреть. Будут ли люди использовать, получайте данные, получайте фидбэк. Даже несколько отзывов делают большую разницу. если посмотрим, что сейчас у нас есть. Я сейчас могу открывать App Store каждый день и там десятки вещей, про которые я даже не думал, что они мне нужны. Поэтому попасть на ту одну вещь, которая людям нужна, это непросто. Но я думаю, что вы можете это сделать, если у вас есть постоянный идущий диалог везде, не только на местном уровне. Это помогает? Спросите их. Спросите их. Здесь я не жучу. Серьезно говорю, задайте им вопрос. Во-первых, вы начинаете с вашего ближнего круга. Именно поэтому студенты разрабатывают те приложения, которые будут пользоваться студентами, их же коллеги, их друзья. И родители, допустим, молодые родители разрабатывают приложения для таких же молодых родителей, допустим, как бабиситеры. И есть грубо, одна группа молодежи, которая работала в Риме, в инкубаторе, и они специально разрабатывали приложения для студентов. того, чтобы студенты, свести студентов с родителями, и эти студенты бы потом смотрели за детьми. То есть иногда такие услуги достаточно полезны. Это была основная идея для родителей, молодых родителей. Это была очень хорошая возможность, поскольку теперь у них в качестве бибиситеров могли быть образованы молодые люди. ну и в целом это была хорошая идея. И необходимо было понять весь рынок, потому что вы знаете, что на рынке может быть две страны. И в принципе, насколько я понимаю, насколько я слышала, они добились успеха и сейчас вышли на международный уровень. Это все было в Италии и на итальянском языке, но потом они перевели это приложение на английский язык и вышли на международный уровень. А теперь здесь вы должны посмотреть на те потребности, которые есть у вас. Допустим, какие есть потребности у студентов, которые есть, какие есть потребности у родителей с детьми. Затем запустить исследование. А когда я говорю, задайте им вопрос или спросите. Допустим, у вас есть идея, у вас есть концепция идеи, иногда это даже не оформленная идея, но вы должны найти своих потенциальных пользователей, свой потенциальный рынок Идите на этот рынок и задайте вопрос и рынку, и пользователям. Это такой рыночный механизм исследования, который включает в себя общение с потенциальными потребителями. Для перевода вопросов необходимо использовать микрофон. Вы совершенно правы. Здесь самое главное спросить, нужно ли вам это или хотите ли вы это. Если вам это нужно, конечно, вы будете платить за продукт. Но есть много вещей, которые мы хотим и о которых мы даже не знаем, что мы хотим. Допустим, вам нужны какие-то сладости или еще что-либо. Извините, игра. Есть ли такая игра или не нужна? То есть вы должны четко ставить вопрос. И постановка вопроса уже может стать залогом получения хорошего ответа. Вы должны определить свой целевой рынок. Это опять-таки большая часть получения ответа. И один из быстродинамичных бизнесов в США – это услуга знакомства женатых людей. Кто бы мог подумать об этом? Там все женщины, мужчины, или, может быть, одни только женщины. То есть здесь совершенно четкий рынок. То есть вы заходите онлайн, находите того, кто вам нужен. Я сама беседовала с основателем этой системы, этого бизнеса. И для меня совершенно поразительная бизнес-идея. Но это хорошая бизнес-идея. Люди готовы платить. Здесь нет бесплатного доступа. И не знаю, почему у меня еще нет доступа к этой услуге. Ну, действительно, идея поразительна. Кто бы мог подумать, что будет для подобной вещи рынок. Я понимаю, что у всех есть какие-то отношения. Но я не думаю, что люди будут готовы признать себе, что у них будет какое-то отношение с кем-либо. И они готовы будут платить за поиск противоположной стороны для установления таких отношений. Это всего лишь пример того, что человек-основатель начинал всего лишь с какой-то концепции, исследовал рынок знакомства и понял, что есть определенный сегмент, который еще не покрыт услугами. То есть я бы сама никогда об этом не подумала. И никогда бы не подумала, что это действительно хороший, работоспособный бизнес, который может быть успешным. Для меня это действительно поразительное, удивительное приложение. Никогда бы не подумала, что… Кстати, есть такое приложение, которое помогает найти людей в аэропорту. Вы знаете о таком приложении? То есть вы находите людей в аэропорту. Допустим, вы куда-нибудь едете, и, допустим, если у кого-то есть время, вы можете найти человека, с кем бы вы хотели пообщаться. Вот такая концепция. Очень быстрая, развивающаяся концепция, новые идеи. Я об этом читала где-то в интернете. Читала интервью с изобретателем этой технологии. И многие инвестируют уже в это. Никогда бы не подумала, что данная услуга нужна. Как правило, сложно найти то, что будет успешно. Но то, что успешно, вы должны понимать интуитивно. Вы должны понимать, что вот та идея, которую вы будете предлагать, должна нравиться рынку и нравиться вам. Примеров Фейсбука, прекрасный пример. Все началось с личного использования. Но есть вещи, которые не совсем понятны. Вот Твиттер здесь не очевидно, что это была нужная идея. И очень сложно понять, какая же будет мода в будущем. Возьмем детей. Ну, не моих детей, а в целом. В целом детей. Мои дети, по крайней мере, говорят, Фейсбук. Нет, неинтересно. Вот Инстаграм – это да. Вот это интересно. И знаете, а завтра у них уже будет что-то другое. Уже не Инстаграм, а что-то новое. Рынок громаден. Просто огромный рынок. Но дети очень выборочно подходят. Сегодня у них Инстаграм, завтра что-то другое. Они будут загружать видео, видеоклипы. Было еще приложение Tumblr, но больше их это не интересует. Ну, сейчас мы видим, что все меньше и меньше текстов приложений, все больше картинок, фотографий. Иногда они там делают, оставляют небольшое сообщение, два слова, но не более того. И есть вещи, которые очень сложно предвидеть. Есть прекрасные новые приложения, которые позволяют общаться в социальной сети. Кстати, забыл название. Есть больше, чем одна таких сетей. Но одна, по крайней мере, очень успешно. Знаете, есть специальная система обмена сообщениями. И не только сообщениями, но и видео, и фотографиями. Есть еще какая-то система, забыл называется. Вот, да-да-да, вот это, которое вы сказали. Это самая крупная социальная сеть. Кто бы подумал, что это действительно будет успешная система. А сейчас у нас тонны разных данных, информации, которые загружены в эту систему. То есть, вы видите, изначально идея была другая, но в целом, запускаете идею, потом идея трансформируется, исчезает, но получается новый продукт. Для меня это очень хорошая идея. Я бы сама никогда не додумалась. Когда вы можете делиться и видео, и фотографиями. И опять-таки, здесь мы основываемся на понимании, каким образом использовать технологии, и какой будет следующий этап применения этих технологий. А самое главное – общаться. Общаться с своими потенциальными клиентами, друзьями, семьей, друг с другом. Найдите потенциальных клиентов. И подумайте о том, что вы делаете каждый день. Допустим, вы ходите в магазин. Как вы ходите в магазин? Как вам нравится ходить в магазин? Как вы покупаете, допустим, овощи? Каждый день или не каждый день? Как вы покупаете вещи? И мы можем… Кстати, есть вещи, которым уже 10 лет. Я имею в виду приложение, которым 10 лет. Более 10 лет назад был такой веб-сайт. Это было не приложение, это было еще до эры смартфонов. И называлось этот сайт Net-a-Porter. Сайт моды. Я никогда бы не подумала, что кто-то может купить онлайн. Это были не second-hand. Это были действительно хорошие мировые бренды онлайн. Для меня одна из главных в покупке – это пойти в магазин, посмотреть, примерить. А сейчас видим, что это громадный бизнес онлайн. Кутер онлайн. Очень успешный бизнес. И это не только в тех местах, где трудный доступ к магазинам. Или где нет доступа к магазинам. Так что, видите, здесь не очевидно. Изначально не было очевидно, что это будет успешное предприятие. Через свою собственную сеть, социальную сеть. Очень интересный вопрос. Я даже не знаю, куда вы можете пойти и сказать. У меня есть такая идея. Пожалуйста, не украдите ее. Скажите свое мнение. Мне кажется, это вы слишком много просите. Но, как я уже сказала ранее, я знаю, что через вашу собственную сеть, социальную сеть, вы можете найти тех людей, которые дадут вам обратную связь и свои комментарии. Да, конечно, если у вас нет защиты интеллектуальной собственности, сложнее защитить вашу идею. Но вы можете сами принять решение, с кем вы будете общаться, с кем делиться. И что вы сделаете с тем советом, который вы получите. Допустим, есть самые разные сайты или фонды, к которым вы обращаетесь за помощью. И, конечно, в этом случае вы подвергаетесь риску. И я не знаю, конечно, пытаюсь вспомнить, но я не знаю, нет такого, нет одного человека или организации, которого вы можете получить и что вам необходимо. Конечно, все это можно сделать. Но здесь, да, необходимо быть осторожным, когда вы с кем-то общаетесь и делитесь своими идеями. Это правда. Кто-нибудь уже начал свой бизнес, свою компанию? Или кто-нибудь хочет начать свою компанию? Здесь, в зале, среди вас. О, отлично. А в какой сфере? Только не говорите свою идею. Ну, просто скажите, в какой сфере. Вы можете сказать на русском языке, но, пожалуйста, используйте микрофон. По крайней мере, я смогу вас слышать на английском языке. Продолжение следует... Вы можете это да! Это не IT. Это связано с электротехникой. Да, это сложно. Это создание нового девайса. Но вроде как плюс в том, что, скорее всего, покупатель уже известен. И еще можно вопрос, да? Еще? Конечно. Какой примерно процент удачных стартапов в Израиле? Ну, из всего числа, которые как-то запускаются. От 10 до 20%. То есть 10% – это точно успешные. 20% – более-менее. А 30% так себе будут держаться на плаву. А все остальные потерпят неудачу. Ну, такая средняя статистика по всему миру. Извините, я сама с собой общаюсь. У нас нет в целом каких… То есть мы не отличаемся от других стран по успешности. А что мы делаем? Здесь мы просто более активны, чем все другие. На протяжении многих лет я говорил о 3000 стартапах. Все остается 3000. Это не те же самые 3000. Иногда 3500 в хорошие годы. Вопрос в том, что всегда что-то происходит. Когда всегда что-то происходит, тогда более вероятно достичь успеха. И если посмотрим на этот год, Waze продали за миллиард. Правильно, за 500 миллионов. То есть это были проданы Google, Apple, большим игрокам. Given Imaging был продан. Но это примерно 10 лет. Медицинский прибор. Это другая компания. Это компания, которая имеет свои продажи на сотни миллионов. То есть она не в той же категории. Но всегда происходят какие-то новые вещи. Преимущество этих типов технологий в том, что их очень быстро можно создать. И очень быстро ты либо достигаешь успеха, либо проваливаешься. Если говоришь о приборах или электронике, вероятно займет это больше. Но когда говоришь об этом, то более вероятно, что вы сможете это защитить. Патентом. Или какой-то другой формой защиты интеллектуальной собственности. И я бы очень-очень посоветовал вам рассмотреть этот вариант. Потому что когда есть конкретный прибор, его обычно можно защитить. И тогда у вас есть форма собственности. Даже если интеллектуальная собственность, это что-то такое, что вы можете работать с этим. И можете посмотреть на защиту интеллектуальной собственности. Может какой-то первоначальный патент. Затем, если вы удачны, тогда другие патенты вокруг него. Это стоит как денег. Не очень много вначале. Но это стоит денег. И это стоит это рассмотреть. Возможно, если это ваше личное изобретение. И вы должны защитить это для себя. Так, что по поводу вашей идеи? Секунду. Так, мой перевод. Вот так. Мне на самом деле интересна больше сфера услуг. Потому что инновация это не обязательно же должно быть какое-то изобретение или приложение. Что-нибудь такое. Ну, я думаю, неплохо бы, если использовать чью-нибудь идею, которая еще нет на определенном рынке. Вот. В принципе, все. Вы говорите чью-нибудь идею, которая еще нет на определенном рынке. Я не уверен, что я поняла правильно. Существует в США какой-нибудь сервис, услуг? Но его еще нет в России. То есть, импорт рынка на другой... Импорт услуги на другой рынок. Например, Россию. Да, это имеет смысл. Да. О, окей. Спасибо. Спасибо. Извините, я вас слышала в русском. Так. Извините, это имеет смысл. Я к этому никогда не привыкнул. Но они очень хорошие. Они позволяют мне выступать по всему миру, но всегда приходится включать и выключать. И так, да, это имеет смысл. Но, конечно, когда у вас есть большой рынок, а Россия достаточно большой местный рынок, тогда услуги, которые можно импортировать, и не только в Россию, есть еще другие русскоговорящие страны вокруг вас. Поэтому не только, собственно, Россия. Так что рынок здесь, наверное, несколько сот миллионов людей на данном языке. И, кроме того, это требует, основной вопрос, эта услуга нужна данному рынку? Я не знаю, о какой услуге вы говорите. Но те вещи, которые успешны, например, в США, могут быть неуспешны в России, или какой-то европейской стране, или азиатской стране, потому что это разные культуры. Это всегда следует об этом задуматься. Еще один момент, о котором следует задуматься, а может, у кого-то есть права на эту услугу, может, какие-то интеллектуальные права, интеллектуальные собственности. Обычно нет, но следует это понимать, просто чтобы не попасть в беду. Один пример, который был успешно сделан, даже в Израиле. Вот эти купоны, скидки, которые стали очень популярны. И одна из первых компаний, которая начала в Израиле это делать, они просто взяли идею, они увидели это в Америке, начали в Израиле. Их, в конце концов, купила американская компания. То есть они сейчас являются филиалом американской компании. И таких несколько. Сейчас их много. И каждый сфокусирован под своим углом. Некоторые более дорогие. То есть, раздепутают на один сегмент населения. Например, все хотят получить хорошие цены. Будь то хороший отель, хороший ресторан и так далее. Первые скопировали идею, остальные скопировали с первого. Но все нацелены на свой сегмент рынка. И все умудрились выжить тем или иным способом. Затем они друг друга покупают. Посмотрим, к чему это все придет. Я думаю, что будет больше консолидации на этом рынке. Но все это скопировано с одного оригинала, который был где-то в другом месте. Еще у кого-то был вопрос. Еще была рука. Нет? А вот там. Что у вас? Если хотите. Секунду. Так, я с вами. Стоит ли подводить университеты не только, чтобы они занимались исследованиями, но и создавали готовые продукты? Просто секунду. Я не получаю английскую переводку. Спасибо. Спасибо. Большинство университетов не создают продукты, готовые продукты. Я не думаю, что у них есть оборудование для выпуска, для производства. Но что меняется от университета к университету и от страны к стране, это степень, в которой они будут вовлечены за пределами первоначальной идеи. Например, у некоторых университетов может быть доступ к финансированию на ранних стадиях. У некоторых может быть инкубатор прямо в кампусе или как часть университета. Некоторые могут помочь вам с последующим финансированием, не только первоначальным, но получить доступ к следующему кругу финансирования, например, от венчурных капиталистов или крупных корпораций. У некоторых есть люди, которые могут помочь вам с менеджментом компании. Опытные люди, опытные менеджеры, которые хотят, может быть, приехать на 6 месяцев, помочь вам управлять вашей компанией на ранних стадиях. То есть есть разные моменты, которые доступны. Но обычно они идут до какой-то точки, может быть, инкубатор, может быть, финансирование, но не производство продукта. Я знаю только два примера, которые связаны с химическим производством, выпуском материалов именно на территории университета. И они смотрели, как использовать существующие лаборатории в неучебных часов, то есть как пилотная установка для промышленности. Но это, в основном, была услуга для промышленности. Это не было производство и продажа продукта. То есть какой тип продукта вы имеете в виду? Какой тип продукции? Что касается материалов, это, наверное, единственное исключение из правила, потому что иногда требуемые установки достаточно дороги. И что компании иногда делают, они будут использовать университетское оборудование, как делается, например, в наноцентрах в Израиле. Но они будут использовать, например, вы начинаете компанию, основанную на вашей технологии производства конкретного материала. И затем вы заключаете соглашение с университетом, что вы будете использовать университетские лаборатории для производства. То есть университет не начинает выпуск химикатов или материалов, а он предоставляет услугу вашей компании, новой компании, чтобы выпускать для них. Разница ясна? То есть это компания, которая ведет бизнес, а университет – подрядчик. Это происходит особенно, когда требуется дорогое оборудование, как электронные микроскопы, и пилотные установки, потому что у большинства нет больших установок, но есть пилотные установки для выпуска. Я должна сказать, что у нас был опыт такой в еврейском университете, и это не пошло. Вначале было успешно, когда было несколько конкретных проектов, но в конце концов было очень тяжело сделать это как бизнес. Поэтому лучше помогать на начальных этапах, и остальное все-таки время использовать для исследований лаборатории. Спасибо. Спасибо вам сказать на многих языках. Что у нас со временем? Константин, я на время даже не смотрел. Все в порядке? То есть я вас слишком надолго не задержала. А вот это замечательный вопрос. Мне нравится. И спасибо за этот вопрос. Много следует о чем задуматься, когда выбираешь венчурного инвестора. Первый вопрос, могут ли они вам действительно помочь? И могут ли они вам помочь чем-то, кроме денег? Потому что, когда вам нужны деньги, то вы часто берете от тех, кто готов гадать. И иногда происходит следующее. Что на более поздних стадиях, когда дела идут не очень хорошо, вы помните, провалы возможны. И даже если вы не терпите неудачу, у вас могут быть трудные времена, потому что это у всех бывает. Профессиональный инвестор, который понимает данную область, сможет не только понять, что такие вещи происходят, принять происходящее, вложить больше, когда дела идут плохо, но иногда и поможет вам пройти через эти периоды. Трудности с инвесторами, которые не являются профессионалами, в том, что очень часто, когда дела идут плохо, когда вам действительно нужна их помощь, они уходят. И вы остаетесь на низшей точке, без денег, без инвестора, и с необходимостью объяснять другим, что произошло. Поэтому я думаю, что первое, на что нужно обратить внимание, знают ли они данную область. Я бы поговорила с другими предпринимателями, которые с ними работали. Есть сайт в Америке, я не знаю, как в России, но в Америке есть сайт, который это делает, который дает рейтинг венчурных капиталистов, отзывы, мнениями тех, кто ими пользовался. Это важно, потому что вы хотите знать. Это как брак, потому что они берут большой кусок вашего бизнеса. Да, я знаю, что браки распадаются, я сама это знаю. Но важно, чтобы вы проверили. Если у вас нет прямого доступа, постарайтесь найти. Все венчурные капиталисты имеют свои веб-сайты, у них есть портфолио. Посмотрите, поговорите с некоторыми людьми, как с ними работать. Вы не хотите, чтобы они руководили вашей компанией вместо вас, но чтобы они были в трудные времена, чтобы они помогли вам. Другой момент. Инвесторы вкладывают деньги для будущих прибыли. Любой профессиональный венчурный капиталист это будет сделать. Он будет вкладывать какое-то количество сейчас и оставит на следующие периоды вложения. Это важно, потому что вам нужно. Вы не хотите инвестора, который сразу все даст, а потом у него нечего вкладывать. Потому что они будут на вас давить с большей вероятностью. И с меньшей вероятностью приведут вам нужных людей позже. Конечно, хорошо, если вы можете с ними сработаться, потому что вам придется работать вместе. Это еще один элемент, не такой важный, потому что вам не нужно быть лучшими друзьями, но вы должны быть в состоянии профессионально понимать друг друга. Это, я думаю, что важный элемент. Вам не обязательно знать все. Я не думаю, что вам нужно знать все. Но вы должны сами для себя определить, допустим, что вы знаете определенную сферу. Допустим, если вы разрабатываете новые материалы. Вот, например. Вот пример, который только что был озвучен. И вы хотите, чтобы вам нужен тот, кто понимает физику, химию, вот эту сферу деятельности. Инвесторы, допустим, инвестировали только в интернет-приложения, в ПО. И я думаю, что они вряд ли вам подходят. Потому что они смогут вам помочь. И вряд ли они поймут, что что-то идет не так. Ну, это такой крайний пример. Но, по крайней мере, я вот это имею в виду. Не обязательно, чтобы вы все знали. Но вы должны знать, что инвесторы уже проделали похожие вещи. Они работали с похожими сферами. И они делят, у них с вами одинаковый, допустим, подход. Или одинаковые планы. Если вы хотите, чтобы ваша компания вышла, допустим, на такой-то уровень и зарабатывала столько денег, может быть, вы ошибетесь в этих конечных планах. Это все будет меняться, планы будут меняться, ожидания будут меняться. Но если вы поделитесь своими планами… Кстати, вот был вопрос. Помните о команде. Ваш венчурный инвестор, особенно на раннем этапе, становится частью вашей команды. И хорошие инвесторы будут чувствовать, что они часть вашей команды. Они захотят сами быть членом вашей команды. Не то, чтобы они будут работать каждый день с вами. Но они будут делать все возможное, чтобы вы достигли успеха. Потому что ваш успех – их успех. Именно вот это я имею в виду, когда я говорю, что вы должны задавать вопросы. У вас должно быть одинаковое мнение, знание, понимание, опыт и понимание сферы деятельности. Я думаю, что у хорошего инвестора все это будет. Так, я вас благодарю. Мне очень понравилось наше время. Спасибо вам за ваше время, за вашу работу. Надеюсь, мы увидимся с вами в ближайшем будущем. Может быть, у вас будет успешная компания. И, пожалуйста, приезжайте к нам, рассказывайте о следующем поколении своей компании. Большое вам спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...